Нам так вот просто дико депрессивно, даже одной мысли, что вечером не будет печеньки. Ребята, в чем фишка, как работает сахар сладкая, как вот эта вот закрытая цепочка твоей тяги и невозможности разорвать вот эту вот привязку в твою мозгу реализованность. Сейчас с вами будем разбираться. И что полезное, вы можете заменить ваши сладости, чтобы и не чувствовать депрессивного лишения, и чтобы было максимально инвестиционно в твое здоровье, ребята. Прямо сейчас начинаем наш подкаст в живую прямую эфир. Ребята, обязательно подписывайтесь, ставьте большой палец наверх. Мы с вами каждый божий день в этих уникальнейших абсолютно часовых включениях, в прямых стримах, в формате подкастов, прямого общения здесь в живую. Каждый день боремся за ваше здоровье и весь мой опыт, все мои знания, которые я за годы стараюсь сконцентрировать в этих роликах, вам доступны абсолютно бесплатно. Единственное, что я прошу, подписывайтесь. Вас 4 миллиона человек меня смотрит каждый месяц. Единственное, что я хочу, чтобы как можно большее из вас количество не только смотрело и пошли мимо, а еще и подписывайтесь, потому что вы пропускаете просто знания, пропускаете информацию, пропускаете инструмент, который поможет вас стать лучше, здоровее и инвестировать в свое здоровье более, скажем, осознанно. Мои драгоценные чемпионы. Значит, смотрите, какая штука. Сейчас мы с вами разберемся в самом-самом, самом, что ни на есть, ну мы назовем фундаментальном. Знаете, как вот у нас есть таблица умножения. Вот сейчас я хочу показать таблицу умножения вашего мозга. Таблицу умножения работы наших с вами замечательнейших гормонов. Значит, это замечательнейшие гормоны, а их 4 штучки у вашем организме, которые называются эндорфин, дофамин, окситоцин и серотонин. И вот эти гормоны, они обалденнейшим образом вознаграждают тебя за разного формата поведения, за разного формата выборы и прочие другие истории. Смотрите, какая штука. Например, на физическую активность выделяются эндорфины, и после тренировки, которую тебе не хотелось провести, у тебя классное настроение. На сладенькое, вот о чем сегодня речь идет, сладенькое, сахарное, да, то, что повышает уровень глюкозы в крови, у нас с вами вырабатываются дофамины, и дофамины дают тебе просто эйфорическое состояние, кайфушка. На общение, да, и на вот такое, вы понимаете, да, окситоцин, близость и прочие другие моменты. Также окситоцин, кстати, вырабатывается во время родовой деятельности. И у нас с вами серотонин, ребята. Серотонин-то общение, это социализация. Ну, это, конечно, достаточно утрированная, да, такая тема. У нас намного-намного больше этих, скажем, путей, по которым вырабатываются эти гормоны счастья и радости. Но эндорфин, дофамин, окситоцин и серотонин – это главные четыре гормона, которые эволюционно созданы. Они эволюционно созданы, чтобы вознаграждать тебя за что-то, что может два главных инструмента сохранения и продления жизни любого живого существа реализовать. Вот, понимаете, какая штука? Два главных, абсолютно безусловных рефлекса, которые есть у вас, у слона и у одноклеточной амебы – это выжить и размножиться, ребята. Выжить и размножиться. Мы с вами, продукт эволюции, мы с вами не с бухты в арахты взялись здесь от того, что вот такие мы замечательные. Мы с вами, продукт эволюции, эволюционно выживает кто, ребята, наиболее приспособленный? И поэтому у вас есть два важнейших инструмента, которые обеспечивают вам выживаемость и размножение. Вот выжить и размножиться, выжить и размножиться – это главных два способа сохранить себе жизнь, да, и продлить эту жизнь, передать эту жизнь эстафеткой. И вот поэтому мы с вами доползли, добрались за все эти сотни тысяч лет эволюции до сейчас с точки. И мы имеем с вами вот эти вот замечательные гормоны, которые призваны управлять вашими выборами. Понимаете, какая штука? Это первобытные гормоны, которые призваны управлять вашими выборами. Сейчас у нас с вами, да, смотрите, это такая, скажем, современная схема, эндорфины у ваших предков, да, охотников-собирателей вырабатывались на охоту, собирательство, на реализацию того, что позволяет выжить. То есть еда, которая позволяет выжить. У наших предков дофамин вырабатывался, да, на прием пищи. То есть вот здесь добыча, опасная добыча пропитания. То есть охота, завалить мамонта, очень опасно. Кто-то умрет, кто-то покалечится. Или идти в лес добывать что-то, или там пытаться этот мед как-то от этих диких пчел. Или где-то какая-то история. То есть эндорфин раньше вырабатывался у нас с вами на опасный прецедент добытия пищи, да, на выживание в условиях дикой природы. А сейчас мы с вами его получаем в тренажерном зале. Сейчас мы его получаем с вами на какую-то выполненную физическую активность. Например, да, вы там поработали в саду, да, вам не хотелось там косить траву, вы ее покосили. Или там вы сделали какую-то уборку в доме, и у вас получилось выполнить физическое какое-то мероприятие, которое задействует ваше тело. И вы получили, когда довели это мероприятие до логического конца, выброс эндорфинов. Класс! Но оно к нам пришло из наших прошлых поколений. Вот смотрите, окситоцин в вашем организме кипит просто, когда, во-первых, нам, ну, самое опасное, да, это родовая деятельность. И вот окситоцина огромная, любая женщина, которая рожала естественным путем, которую вы спросите, а как было после того, как вы, да, родили вашего, там, ребенка? Любая женщина, как бы страшно, плохо, больно, с каким потерей крови мы не закончили, количеством швов мы не оказались, вам скажет, просто офигительно. Потому что окситоцин. Вот у меня трое детей, да, я каждого из них с Дашей вместе, с супругой, встретил в этом мире, вот прям вот, с самого, да, их первого вздоха. Я был на родовой деятельности, и во время схваток, и во время родов, перерезал пуповину, и с ней был от, вот, первых схваток до момента выписки из роддома, ну, и всю жизнь, естественно, да. У меня-то нет выработки этого окситоцина. А она мне рассказывает про вообще другую картину, понимаете, вот у нее ситуация с родовой деятельностью, вообще все, вообще все по-другому. Да, больно, да, страшно, но потом такой кайф, не описать словами. И поэтому, будучи безумно опасным процессом, безумно болезненным процессом, женщинам снова хочется беременеть. И ощутить это обалденное ощущение, да, во время и беременности, и во время родовой деятельности, и после родовой, а потом начинается послеродовая депрессия. Но это отдельная история, потому что дальше начинается крах окситоцина. Ну вот, короче, ребята, асеротонин – это гормон социализации, который, опять же, к нам приходит из прошлого. Чем нас больше в группе, тем больше шансов выжить, понимаете? И получается, дофамин, например, пищевырабатывающийся гормон, почему мы социальные существа, которые любят разделить пищу в коллективе, и пища является процессом, который помогает получить тебе дофамин. И нам нравится пища, да, то есть это круто, это классно, это социальное состояние. И получается, на самые два базовые формата выжить и размножиться, вот у вас ваши четыре главных гормона, да, который обеспечивает тебе компанию, обеспечивает тебе потомство, которое обеспечивает тебе пропитание и обеспечивает тебе, вот, да, собственно, поиск этого пропитания, защиту и охоту, и секс, и прочие все моменты. То есть мы с вами на таком базовом уровне достаточно примитивные существа. А в современном мире, понимаете, какая штука, у нас нет всех тех условий, в которых мы эволюционировали, понимаете, какая штука. В современном мире у нас нет тех страхов, опасностей или необходимостей, как были до этого. Поэтому кто-то, например, эндорфин получает от экстремальных видов спорта, кто-то ходит в зал, а кто-то эндорфин вообще, в принципе, не ловит и заменяет его переизбытком дофамина. Потому что дофамин, например, если раньше, чтобы заслужить дофамин, нужно было пройти ого-го какой путь от охоты до приготовления, то сейчас дофамин – это гормон, который просто бери не хочу, который ты можешь стимулировать в любую секунду вот так, по щелчку пальца. Элементарно доступно на каждом углу, на каждой заправке, в каждом ларечке, в каждом окошке, где хоть кто-то что-то продает. Все это вы можете купить всегда, от воды до еды, от перекусов, до просто элементарного какого-то продукта, который может храниться годами, который поднимет вам уровень дофамина через сахар. Потому что по итогу вся эта еда, которая эволюционно как бы с нами дружит, она работает на том, что поднимается уровень глюкозы после приема пищи, и глюкоза, и работает это вот по вот такому пути. У нас с вами прием пищи, и пошел наверх уровень глюкозы, и след за ним пошел уровень инсулина, и чем больше приемов пищи, тем чаще у тебя будет вытягиваться уровень глюкозы, и, соответственно, тем больше энергии ты получаешь. А чем больше энергии ты получаешь из пищи, тем что, ребята? У вас больше шансов выжить. И если у вас больше энергии, чем вы тратите, это же классно! Это супер! Чем больше энергии ты можешь съесть, тем больше шансов у тебя выжить холодной и голодной зимой, или в условиях лишения. То есть, чем больше жира, тем больше выживаемость. Это эволюционный инструмент. Как медведь, который наедается лосося безбожное количество, и потом в спячку. А потом выходит похудевший, и снова наедает нужное количество жира. Мы с вами не то чтобы в спячку впадаем, но чем больше жира, тем больше шансов выжить. Поэтому у вашего организма на фундаментальном уровне, на гормональном инструменте прием пищи, опа, выброс эндорфина, вместе с этим инсулин, мы нуждаемся в 500 калориях, а мы съели 1000 калорий, поэтому остальные 500 калорий мы отправим в жир. И это твоя страховка. И чем больше жира, тем лучше. Чем больше жира, тем лучше. И получается, на уровне крови, когда мы смотрим, эволюционно, если вы посмотрите на это. То есть, мы с вами обсудили, что мы продукт эволюции, сотни тысяч лет, даже миллионы лет, сотни тысяч, 300 тысяч лет, это homo sapiens, человек разумный. А наши предки, это миллионы лет. И вот у нас, у всех, ребята, до последних пищевой революции, промышленности, да, вот этой глобализации, до этого всего, у нас с вами всегда прием пищи был, видите, вот в этой границе. Идеальная граница после приема пищи уровня глюкозы крови. Потому что у тебя яблочки или ягодки, или что-то было сезонно доступно, да. Но вы вспомните ваше детство еще. То есть, у меня аудитория, которая смотрит меня, это там 25-55. Но вот если вам 35 плюс, вы понимаете, что, ну, ребята, я первый раз в жизни банан увидел, мне было больше 10 лет. Что это вообще за дичь такая? Я понимаю, что у меня там пускай какие-то были свои ограничения там в силу там места проживаемости, там еще какой-то истории, но банан, да, или там сезон абрикос, сезон груш, сезон малины. Не было такого, что ты можешь пойти малину купить в магазин в любой момент. Ну, хорошо, это еще неплохая история. В начале 90-х не было ничего. Я помню, когда начали появляться батончики, Сникерс, Марс и соки в пакетиках, когда-то мне довелось получить этот сок, в пакетиках такой. Мне его купили, я потом наливал в него воду и ходил пил эту воду из этого пакетика с трубочкой. То есть, это была тотальная дичь. Это было там 30 лет назад, понимаете? Этого не было. Не было вот у нас в эпоху там перестройки и в начале 90-х. Этого всего не было. Этой вот прекраснейшей историей с форматом пищевого изобилия, глобализации и прочей другой истории. В развитых странах, естественно, это было. Чем это хорошо, с одной стороны, да? Это хорошо, с одной стороны, что ты живешь регионально, в плане регионально у тебя доступный, опять же, там, яблоки или груши или что-то, где больше углеводов в определенное окно сезона, да? И это такая вот своего рода миниатюра вот этого вот формата идеального количества глюкозы, понимаете? Вот здесь эта глюкоза, которая хотелось бы, чтобы у вас была на каждом приеме пищи, потому что у тебя нет постоянной изобилия. Ты не можешь каждый прием пищи отожрать там сникерсов, марсов, батончиков или еще какой-то фигни. Но у нас была другая история. Мы могли оторваться там на оладушках, с вареньем, мы могли... И то не постоянно. Но то, на чем отрывались, это там хлеб со сгущенкой, например, кирпичик со сгущенкой. И то не всегда это было сгущенкой. Поэтому как бы было меньше шансов. Все равно они были, да? А сейчас, получается, в чем фишка? Ты куда не пойди, куда угодно. Вот у меня трое детей, двое из них школьников. Но у них каждую перемену... У них перекус. Это вообще что такое? Каждую перемену... Хорошо, мои берут с собой там, чтобы не быть дичью какой-то, они берут с собой там орехи, черный шоколад, они берут с собой там ягодки, они берут яблочко. А у детей каждую перемену... Чипсы, круассаны, конфеты. И вот эта история, да, с каждым приемом пищи, дикий уровень, скачка сахара. Это современная вот проблема, наша с вами, она нам досталась благодаря глобализации и рыночной экономике. Все это круто, конечно. Благодаря этому, да, глобализации рыночной экономики, у меня есть iPad, который сделан в Китае, а я в Праге с вами. И вот благодаря рыночной экономике я могу купить Apple Watch Ultra 2, новой версии, которые были презентованы вчера, послезавтра ко мне они приедут, если я их оплачу вовремя, понимаете? За полпланеты это ко мне все долеет. Но при этом, опять же, это еще идет как бы свои там косяки, да, в виде того, что у нас всегда-всего много. И здесь только на ваше усмотрение, то есть то, что у вас доступна шоколадка-милка 24 на 7 в любой точке планеты и самый узнаваемый бренд на планете это Coca-Cola и McDonald's, ты можешь быть в деревне в Китае или ты можешь быть в Праге, ты можешь быть в Нью-Йорке или ты можешь быть в Гуатемале, блин, вы видели эти видео, если не видели, посмотрите, на любом языке. McDonald's, а McDonald's налево-направо, там будет McDonald's, понимаете? Это фишка глобализации. То есть здесь, опять же, в тебя никто не пихает, но это работает на гормональном уровне. И ты ищешь сам эти продукты, и ты ищешь сам эти форматы донесения калорий в твой организм, которые будут тебя нарочно, нарочно, осознанно выводить за норму этого уровня глюкозы каждый прием пищи, чтобы получить по итогу как можно больше вот этот вот дофаминовый, да, отклик на прием пищи. Чем эта пища будет более углеводистая, тем больше ты получишь, значит, скачка дофамина, тем тебе будет лучше, веселее, приятнее, прикольнее, и тем будет лучше настроение. И самое крутое, что у тебя еще предвкушение этого уже подогревает, у тебя уже прям эх, прям кайф будет, супер будет, офигенно, понимаете, какая фишка? Это работает на гормональном уровне, то есть никто тебя не заставляет есть в Макдональдс, ты можешь по-прежнему пойти и взять, вот у меня здесь там яблоки Семеринко, сезонные, чешские, кислючие, бэ, естественно, я могу взять у меня в супермаркете какой-нибудь селективно выведенный яблоко Голд, или Гала, или там еще какая-нибудь там Red Delicious, в котором фруктозы будет столько, все просто вафлинки просто отдыхают, нервно курят. И это твой, твой личный выбор, да, чего покупать, чтобы не стимулировать дофамин от лишнего объема калорий вот этим уровнем глюкозы, да по одной простой причине, спрашиваешься, а зачем вообще все это делать? Это делается все по одной простой элементарной причине, потому что если ты этого не делаешь, и ты продолжаешь играть на дофамине, то у тебя, естественно, вырабатывается в первую очередь резистентность к инсулину, значит, это резистентность к инсулину, которого много постоянно, она выглядит на схеме вот так, ты делаешь прием пищи, поджелудочный вырабатывает огромное количество инсулина, этот инсулин не может транспортироваться в клетку, так как она не может постоянно принимать такое количество энергии, больше часть еденного отлетает в сало, дальше снова нам хочется есть, и снова едим, и получается поедаем больше чем нужно, калорийный избыток, большая часть идет в сало, сало накапливается, и это все нас двигает в метаболический синдром, то есть буквально пару месяцев инсулиновой резистентности, метаболический синдром, это вот классика, понимаете, метаболический синдром, это самое-самое распространенное у современного человека, это не только лишний вес, не обязательно лишний вес, это кардиоскулярные болезни сердца, ишемические, да, значит, это инсульты, это рак, это диабет, это деменция, это ухудшение общего когнитивного фона, это, еще раз, три главных убийцы, рак, инсульты и инфаркты, и вот они отсюда, потому что ты играешь на том, что тебе приятно на дофаминах через еду, не понимая, к чему это ведет, ну, опять же, я тут могу разбиться сколько угодно, еще раз, вас, меня смотрят 4 миллиона человек в месяц, это вот капля какая-то, понимаете, и только, не то чтобы единицы, но сотни, конечно, начинают делать, что-то менять в своей жизни, вы представьте просто себе, да, какая рекламная кампания, что сигареты вызывают рак, вы все знаете, сигареты вызывают рак, миллионы людей это знают, сотни миллионов, и продолжают курить, да, неминуемо умирая от рака, то есть это как бы даже не обсуждается, 100% ты умрешь от рака, если ты будешь курить, какие-то единичные случаи из области, а вот мой дедушка курил и умер в 92, ну, может, если бы он не курил, умер в 115, понимаете, себя тешить этим не нужно, ты, скорее всего, умрешь на 30 лет раньше, если ты будешь курить, так вот история с тем, что все знают, рекламная кампания по всей планете, десятки лет, вбивают в башку в твою, что тебе курить плохо, и ты все равно куришь, и моя деятельность, пускай для одного человека, 4 миллиона человек в месяц поднять, и пытаться что-то вложить, это гигантское свершение, но все равно это капля в море, и большая часть, а, да, ну, спасибо большое, пожалуйста, дабл чизбургер и колу, а что там ворон говорил, ну, хорошо, колу безо льда, и большие, пожалуйста, большую картошку фри, да, 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 с горчичным соусом, а пирожок будете? Не, 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 пирожок не надо, я на диете, вот это, ребята, простая истина, да, почему нам нравится сахар, потому что сахар дает всплеск, и работает на фундаментально базовых гормонах, которые, в принципе, на, даже не на подкорке, которые работают на фундаменте, выжить и размножиться, это естественный инстинкт, и поэтому еда, которая дает всплеск сахара, будет работать на естественном инстинкте, что произойдет, если ты, да, вот, смотрите, это называется дофаминовая детоксификация, то есть на сладкое, у тебя постоянно высокий уровень этого дофамина, но через время, естественно, так оно не будет работать, через время тебе нужно все больше, больше и больше, то есть у вас продукты с высоким гликемическим индексом, которые быстро усваиваются, дают вам ровный уровень дофамина, и, соответственно, с этим будет падать общий образ жизни, качество жизни, потому что у тебя, естественно, будет переизбыток веса, а продукты с низким гликемическим индексом, дофаминовый уровень, понимаете, прием пищи, да, и вот у тебя идет такой вот спад этого дофамина, это называется дофаминовый детокс, потому что вы не можете постоянно быть 100 из 100, и хорошо себя чувствовать все время, а ты хочешь это делать, да, хочешь хорошо себя чувствовать, чтобы у тебя всегда 100 из 100 было настроение, и пища тебе в этом очень хорошо помогает, но еще раз, пока ты хочешь чувствовать себя на 100 из 100, инсульт или рак или диабет уже здесь, большой привет, продукты с низким гликемическим индексом, не вызывают такого выброса эндорфинов, поэтому люди, которые переходят на осмысленный формат питания, они чувствуют депрессивное состояние, еще раз, у них падает дофамин, мало энергии, потому что падает уровень глюкозы, и это не значит, что нужно есть глюкозу, это значит, что в вашем организме процесс, который глюкониогенез называется, он атрофирован, потому что ты ешь постоянно, значит, очень грустно, мысли какие-то, да, ну, глупые там, зачем мне все эти диеты нужны, бессонница, тревога, волнение, раздражительность, классическая, глубочайшая депрессия развивается, на фоне того, когда ты пытаешься что-то изменить своей едой, понимаете, это, блин, только еда, а есть еще образ жизни, то есть там лень, например, которую мы научились использовать, понимаете, на вот этих вот гормонах обалденных, если раньше на этом играло общение, близость и прочая история, там размножение, родовая деятельность, поедание пищи в определенное время, с определенным форматом, и какая-то там охота или физическая активность, то сейчас мы научились офигенно это все заменять, понимаете, у вас близость заменяется мастурбацией, еда вовремя и правильно заменяется безбожным поглощением и чревоугодием, значит, окситоцин, еще раз, по интернету ты можешь открыть любые картинки для взрослых, и порадовать себя так, что в принципе тебе партнер не нужен, общение с живыми людьми не нужно, все через интернет смотрится, физическая активность не нужна, абсолютно нафиг это все, понимаете, и мы научились заменять это все, мы научились заменять это все обалденнейшим форматом, ребята, где не нужно даже напрягаться, понимаете, не нужно даже пытаться там поднять этот палец, да, из области, я хочу чувствовать себя хорошо, поэтому я вечером иду в зал, да нафиг это надо, да зачем вообще это все, за при каких обстоятельствах вообще, я вечером попрусь в этот дурацкий тренажерный зал, где все потные и вонючие, буду напрягаться, если сейчас, я сейчас открываю, да, и смотрю, чего у меня здесь, да, посмотрим, значит, сериалы, так, а ну посмотрим, сериалы, посмотрим, что у нас тут, последние серии, чего у нас вышли, о, так, тут же ж игра престолов, тут там, значит, еще какая-то история, еще какая-то дичь, да нафиг это все нужно, значит, сейчас посмотрим, и вот у вас замена идет уже, понимаете, ну, кайф же, и вот так, ребята, понимая, как твое тело устроено, понимаете, какая фишка, как твое тело устроено, если ты понимаешь, как этот механизм, биологически закрепленный, в сотнях тысяч лет эволюции, ты можешь принимать какие-то решения, большая часть людей, они смотрят на свое тело, на свое состояние, на свое психоэмоциональное, да, разбалансирование, они не понимают, как этим управлять, они просто, вот как взрослые вроде, да, а как дети, да, вот ребенок не знает, что, ну, духовкой играться, это опасно, что вот эти вот, да, вот поворачивать, вот эти вот на духовке, значит, вот эти вот рубильнички, это не просто игра, а ты сейчас повернешь, пойдет газ, взорвется дом, когда он наполнится газом, понимаете, а для ребенка это игра, для него, у-лю-лю, там какие-то, да, там истории, вот это вот прикольно, и вот так мы с вами, как малые дети, играемся нашим здоровьем, на этих гормонах, а потом, еще раз, тема из области, тю, блин, был такой большой, здоровый, красивый, там, и не стало, понимаете, человека, не стало, не потому что, как там они часто любят, говорят, сколько на судьбе написано, столько ты там, вот и проживешь, херня это все, чистой воды херня, ты можешь взять под контроль, и платить за все это, да, болью, ребята, тебе придется платить, вот, я вам каждый день показываю, этот мой плакатик маленький, мучайся от боли дисциплины, или мучайся от боли сожаления, или выдерживай боль дисциплину, чтобы потом не мучиться от боли сожаления, вот это вот одна история, то есть ты понимаешь теперь, как это работает, теперь нужно научиться как-то получать гормоны счастья и радости, не через, блин, лень, мастурбацию и сладкое, я не претендую на поиск, там, я вам не сваха, которая будет вас там, да, как бы знакомить с потенциальными партнерами, ну, тут уж как бы самостоятельно, да, там, знакомьтесь с людьми, ходите на свидания, общайтесь, старайтесь меньше рукоблудствовать, это как бы важно, да, ближе с людьми, и опять же, у нас есть настолько, там, тиндер есть, да, где ты можешь познакомиться и на одну ночь переспать с кем-то, офигенно удобно, супер вообще, и поэтому у нас демографический кризис, детей не рождаются, все просто трахаются, простите, ради удовольствия, или мастурбируют, и жрут сладкое, и смотрят кино, и нихрена не делают, обалдеть, вот это вот полная дичь, ребят, мы с вами, да, не допустим такой истории, мы с вами будем инвестировать, мы с вами ищем партнеров, мы с вами ищем любовь, романтику, мы рожаем детей, этот мир лучше, чем он был до нас, хотя бы на чуть-чуть, поэтому мы тут всячески раздумываем о четвертом, поэтому я всячески работаю с вами каждый божий день, в этих прямых эфирах, и каждый божий день я хожу в тренажерный долбанный зал, чтобы снять вам ролик, и призвать, тренируйтесь, и чтобы работать над своим телом, и чтобы в мои 40 лет чувствовать себя круто, и иметь нормальную форму, как для преподавателя, как для педагога, как для препода, да, нормально, в принципе терпимо, как для препода, но окей, я всегда говорю, то есть еще раз, моя задача не работать профессиональным атлетом, а работать педагогом, преподавателем, и говорить, вот будете делать так, будет результат, результат здесь у нас какой, выработка эндорфина в достаточном объеме, и отсутствие депрессии, и поиска сладости, как инструмента отдушины, то есть если ты найдешь в себе дисциплины, достаточно, чтобы пойти вечером в зал, или сделать пробежку на 2-3 километра хотя бы, или пройти мимо сладостей, и дома приготовить мяско и салатик, то ты получишь выброс эндорфинов за завершенное дело, за выполненную какую-то важную волевую инвестирующую историю, то есть ваше тело же будет вас награждать, вот ты пройдешь мимо заварного, прямо сейчас посопротивляешься, заплатишь болью дисциплины, чтобы вечером не чувствовать боль, сожаления к себе отвратному, мерзотному пузу, брюху торчащему, вот ты нажрешься этих, значит, со сладким чаем этих заварных под сериал, потом идешь пописать в унитазик, проходишь мимо зеркала, смотришь и думаешь, пум, мерзота какая-то, бэ, я бы с собой не пошла там на свидание, понимаешь, мерзость, а самому от себя мерзко, обратно, а если ты сама себя или сам себя не любишь, не воспринимаешь, и я сейчас не говорю о слепом бодипозитиве, да, то есть бодипозитив, о, у меня 35 килограмм, но я себя люблю, потому что иначе я себя не люблю, вы понимаете, то есть тут от обратного, да, если тебе говорят, что нужно заниматься, тренироваться, инвестировать в себя, то ну вас нахер, я буду есть, мучиться ожирением, какой-то стадии, метаболическим синдромом, и я вопреки всем историям буду себя любить, потому что сейчас это очень принято, да, люби себя таким какой-то есть, да, вот история из бодипозитива, ну хорошо, вопросов нет, и тогда мы, к сожалению, да, вас всех будем хоронить быстрее, вопросов никаких нет, естественный отбор никто не отменял, выживает наиболее приспособленно, наше тело должно иметь определенный процент жира, и не иметь тех историй, которые нас с вами окружают, медицина по большей части может притормозить проблемы, например, с холестерином, статинами, но рак все равно ты не затормозишь никаким лекарством, или ты можешь притормозить историю с инсультом, разжижителями крови, но диабеты, понижение качества жизни и отнятие ноги диабетической стопы, да, вот когда отрезают ноги вот этим вот людям, у которых периферическое поражение нервных окончаний, кровонесущих соединений, потому что они жрут, как сволочи бешеные, ну никто этого не отменял, сейчас посмотрите, ребята, очень, кстати, интересные такие ролики, фудблогеры ютуба, во что они превратились люди, которые едят на камеру, просто там пару лет назад, какие-то стройные ребята, а сейчас просто сидят мутанты, и большая часть из них уже померла, или очень много людей, которые продвигали свою историю с типа с бодипозитивом, никого больше нет, какие-то новички появляются, на М7-20, только что до меня долетели новости, и обратная сторона медали, мега популярный фитнес-блогер, и пражский наш, он вообще сам родом, я даже не помню откуда, но я его лично знал, вот Илья Голем, который обратная сторона медали, это вот использование препаратов для усиления эффектов, так сказать, от бодибилдинга, не стало на днях человека, младше меня, младше меня человек, это другая сторона медали, зачем это было делать, непонятно, значит, мы с вами строим тело, здоровье и будущее свое, есть люди, которые вжирают себя в могилу, есть люди, которые обкалывают себя стероидами, до неупомрачительного состояния, умирают на 36 лет человеку, понимаете, 88-го года, поэтому вот тоже, опять же, другая история, мой один из образцовых выпускников, был у себя на родине, значит, одноклассник, который его нахер послал, сказал, задолбал ты своими роликами видео, про вот это вот все твое, диеты все твои, вот эти все беги, поругались, от инсульта умер, понимаете, товарищ, который не принял совет, а может и спасли бы, если бы еще пару месяцев назад, взял бы этот совет к делу, и начал что-то действовать, понимаете, одноклассники мрут уже, которые тебя нахер посылают, за то, что ты пытаешься собой заниматься, а они говорят, дебил, если бы не хуже сказать, затрахал, иди нафиг, свои сообщения сюда слать, задолбал, иди лесом, не хочу ничего видеть, не хочу ничего слышать, поэтому вы, кстати, не лезьте на рожон со своими прекрасными советами, как вы пробежали десятку, как вы прошли мимо чего-то, съели кусочек мяса, потренировались и покушали позже, как вы облились холодной водой, вы постите это, может кого-то вы поднимете на свой, да, как бы на своей волне мотивации, но не обижайтесь, когда вам кто-то будет срать в комментариях, или особенно близкие родственники, которые не будут брать с вас пример, не готовы люди, они готовы свою вот эту вот ношу унести в могилу, понимаете, не справившись с этим, потому что это все еще раз, гормоны, ребята, все на гормонах, и когда ты понимаешь, что это дофаминовый детокс, большая часть людей выдержать не могут, дофаминовый детокс от алкоголя, от сигарет, от лени, от маструбации, от, значит, прочих других деструктивных историй, мы с вами пытаемся поднять этот уровень гормонов счастья и радости через инвестиционные мероприятия, еще раз, сложно встать раньше, сложно пойти в зал, сложно прочитать статью, или посмотреть образовательный, как наш с вами подкаст, а не какую-то обсасывающую историю по поводу сплетен, кто с кем спит, потому что там на эмоциях, сложно сохранять историю с культурой финансового поведения, не на покупать в кредит всякой херни, которая тебе нафиг не нужна, сложно это все держать, но по итогу длительность жизни и качество жизни выше, но вознаграждение за твои сейчас страдания с болью дисциплины, они требуют времени, как прорастание, понимаете, какая штука, время, как прорастание цветка, который нуждается в каком-то времени созревания, вот это я хочу, чтобы вы поняли, и заменить ваше сладкое вы можете прекраснейшим форматом на, вот под видео в YouTube у меня есть ссылка на мой Telegram и на Telegram супруги Дарьи моей, такое количество офигительных рецептов, которые не просто полезны, они могут быть у вас вообще основным блюдом, ребята, что вы мне скажете, если я вам скажу, что, например, я вам сейчас покажу, тирамису, я сейчас найду один из наших рецептов, тирамису, блин, нормально? С малиной, тирамису с малиной, ребята, ты можешь сделать настолько обалденно вкусным и, значит, берись, значит, настолько обалденно вкусным ты его можешь сделать, этот тирамису с малиной, с ягодами, посмотрите на него, значит, что, тут грех, в принципе, даже выбирать тирамису с сахаром и печеньем, когда ты можешь его приготовить вот в таком формате, который и полезный вкус, его можно сделать, блин, основным блюдом, понимаете? Такие тортики у нас есть, такие шедевры просто, адаши там идут, там, значит, которые мы регулярно для вас выкладываем, вы можете их приготовить самостоятельно, если вы сладкоежки или прочие другие истории. И мы же у себя во всех социальных сетях вызываем вас, говорим, давайте тренироваться, давайте бегать, давайте прыгать на скакалке, закаляться и прочие другие истории, то есть это все можно делать, только, опять же, дисциплина, понимаете, какая штука. Заменить эритритолом, сахарозаменителем, таким прекраснейшим образом получается у тебя любой сахар, эритритол, один к одному идет, и опять же, у меня есть ролик по поводу пользы эритритола, он не усваивается в принципе в вашем организме, он не может быть усвоен, он дает вам сладость, там, 0,9 к 1 примерно у него пропорция, то есть 1 чайная ложка сахара приравнивается к 0,9 чайной ложке этого эритритола, и весь эритритол, который вы выпьете там в вашем сладком чая или в вашей сладости, в булке, в какой-то вашей испеченной, по нашим рецептам, он весь уходит в унитаз, то есть он не усваивается от слова совсем, на ноль абсолютно, не усваивается, он не может быть усвоен. Вот это фишка, ребята, понимаете, можно каждый рецепт превратить в полезный. И поэтому, теперь вы знаете, как работает сахар, почему он вам нравится, на что его заменить, какие инструменты нужно применить, и да, вам не будет так весело от осознания того, что вечером у тебя кусочек мяса и салатик, плюс кето-десерт после тренировки, как если бы ты понимал, что у тебя вечером там, не знаю, там торт медовик или какие-то вечерние конфеты или там у вас Наполеон, значит, и 10 серий сериала, смотри сколько хочешь. Заслужить этот эндорфин в меньшем количестве, чем от алкоголя и сладости и лени, ты должен, и это породит в своем организме условия, к которым тело будет адаптироваться, то есть тренировка делает тебя сильнее, еда правильно даст тебе аминокислоты, правильные жиры, отсутствие сахара и наличие клетчатки с витаминами, которые делают тебя здоровее и сильнее. Все это делает тебя здоровее и сильнее. Только, блин, опять 5.25 Боль дисциплины. Сложно пройти мимо пиццы или тарелки макарон или жареной картошки, когда ты голодная или голодный. Очень сложно. Но оно у вас есть. Просто запомните, что когда вы порождаете эмоцию, у вас есть пропорционально этой эмоции и количество дисциплины, которая поможет вам взять ее под контроль. Вот это очень важно. Вы можете взять под контроль эмоцию свою, своей же дисциплиной. То есть, знаете, как у вас в автомобиле всегда тормоз более сильный, чем газ. То есть, если ты возьмешь газ в пол и зажмешь тормоз в пол, машина никуда не поедет. Если у тебя тормоз слабее, чем газ, то ты возьмешь обе педали в пол и она прорвет этот тормоз и поедет вперед и ты разобьешься. Вот с точки зрения безопасности всегда тормоза должны быть сильнее, чем педаль газа. Чтобы ты не надел глупостей и кошмариков, вот в вашем организме такая же история. У вас есть эмоция и у вас есть дисциплина или, скажем, здравый смысл, мы назовем его, да, или воля, или понимание того, что нужно. И понимание того, что нужно, всегда будет сильнее, чем понимание того, что хочется. Но часто мы с вами вот так закрываем глаза и просто в тупую игнорируем то, что нужно. Это тот голос, который тебе по приходу со школы домой сразу говорил, сделай домашку, не откладывай на попозже. Мы его очень, все офигенно научились не слушать, ребята. Нафиг оно надо. Бесит, раздражает, потом. Инвестируйте, подписывайтесь, и я вас прошу обязательно, чтобы вы смотрели дальше наш контент, который сделает вас здоровее, умнее и проинвестирует вас и ваших родственников. Ребята, после этого видео, пожалуйста, посмотрите в ютубе, напишите Алексей Ворон, как работает интервальное голодание. Вот это видео вам просто жизнь спасет. Алексей Ворон, как работает интервальное голодание. Пожалуйста, посмотрите это видео. Просто шедевр в плане построения, подачи и прочего. Это моя такая, знаете, лебединая песня. Я его обожаю, это видео. Я 90 минут его делал, 60 из него посвящены здоровью. Мокрый просто весь был. Я после каждого эфира, конечно, вы видите, я не отдыхаю здесь, в один дубль все делается. Но после этого прям мокрый напрочь был. Посмотрите. И, конечно же, ребята, вас 4 миллиона человек смотрят меня. Большую часть из вас, естественно, я не могу взять на личное видение, но та группа из 50, кто с нами стартует с 15 сентября, пожалуйста, под видео в YouTube, прямо сейчас прошу вас, проходите к регистрации и в Instagram. самый первый, значит, пост, который вы можете найти в моей беседочке, да, в этой ленте, в Instagram, с инструкциями, как нам произвести. Значит, смотрите, в YouTube у вас, вот здесь вы раскликнули описание под видео, и у вас здесь инструкции pgmarathon.gmail.com, также здесь все инструкции, как к нам перейти на Telegram, ко мне и к Даше, где ваши рецепты. И вот здесь все, что входит к нам в программу. И в Instagram, ребята, точно такая же у вас простейшая, элементарнейшая инструкция в самом первом посте. Внимательно, в это воскресенье мы уже стартуем. Вот здесь пост, вы на него нажимаете в Instagram, и у вас открывается старт уже в это воскресенье. Под этим постом в описании, значит, как нам присоединиться, можете его полистать, посмотреть, кто сколько сбрасывает, отзывы и прочая другая история. Так, а я беру ваши вопросы, мои драгоценные чемпионы, и буду сейчас вас консультировать, будем с вами общаться. У меня здесь уже, наверное, еще, блин, обалденно, еще даже не остыл кофе, понимаете? Обожаю эти чашки, термо, очень хорошо держит температуру. Алексей, вы правы, 100%. Спасибо большое. Поехали дальше. Отправьте дорогому человеку этот выпуск. Вот, спасибо вам большое за то, что поддерживаете. Вы понимаете, какая штука? Дорогие нам люди часто спасибо, я постою, знаете, как вот это вот, ты налей, отойди. Они не хотят, им не нужно. Мои непосредственно ближайшие родственники, вы думаете, они все, вы думаете, у меня вся семья прислушивается к тому, что мы делаем с вами? Та, ребят. Большая часть людей, оно нахрен не нужно. Мои непосредственно родственники, ближайшие, которым я вот так смотрю в анализы, я говорю, вот здесь горе, вас ждет горе в ближайшее время. И человек по такому принципу сидит, а, да, ну хорошо, спасибо, я задумаюсь об этом, понимаете? Пониженное давление, густая кровь, как и чем разжижать? Пониженное давление, густая кровь, обычно, когда густая кровь, у вас повышенное давление. Если у вас пониженное давление, то вы, естественно, пьете больше воды в любом ситуации. Рыбий жир вы берете, К2 витамин вы берете, для разжижения крови и для наполнения. То есть, если у вас объем малый, вам нужно 2 литра воды в день. Проявит Алексий, дякую вам, у сестры, прогестерон завышенный. Значит, смотрите, какая штука. Здоровье гипофиза. Прогестогенная активность привязана к здоровью гипофиза. Какой вес? Если у нас там есть хотя бы даже лишних 7-8 килограмм, по-любому на гипофиз это будет влиять. Значит, пониженное давление, так, это у нас было. Пошли вниз пальцами, пожалуйста, наверх подержите, ребята, и подписывайтесь. Расскажите про мужчин, которые утратили свой натуральный тестостерон и хотят этот вопрос решить с помощью Виагры, не меняя свои дурные привычки. Как это действует в плане секса и здоровья? Смотрите, тут есть 2 истории. Мужчина, которые утратили свой натуральный тестостерон, например, с возрастом или с образом жизни, они пользуются Виагрой, Сиалисом или похожими препаратами для того, чтобы вызвать эрекцию, но они же также вызывают еще и инсульты прекрасно. Это опаснейшие препараты. Есть другая история, когда ты прибегаешь к гормонозаместительной терапии. Для мужчин сейчас очень популярна гормонозаместительная терапия, когда мы типа у нас мало своего тестостерона, и мы садимся на курс гормонов, которые всегда держат слегка более повышенным уровень тестостерона. Это, конечно, либидо вызывает и прочие все другие. Но понимаете, какая фигня? Я считаю, что такое количество развелось прям вот. Это типа я не на стероидах, я на гормонозаместительной терапии. Я считаю, в этом плане есть доля людей, у которых реально возрастная потребность в этом, но, блин, если ты нормально ешь, нормально тренируешься, нормально спишь, у тебя будет этот тестостерон в том объеме, в котором он тебе нужен. Просто большая часть людей любят в кавычках типа быть на гормонозаместительной терапии, иметь такой диагноз, чтобы у тебя была оправданный наркоман, который мог бы и не быть наркоманом, если бы у тебя просто была дисциплина делать то, что нужно. Большая часть из нас нихрена не любят делать то, что нужно. Опять мы сегодня обсуждали уже. Поэтому проще начать колоть гормон. А история с виагрой и прочими другими моментами, ну так тут как бы мужчина осознавает, что он не может перформанс обеспечить женщине, ну это одна из таких, знаете, психологических травм или изменений для мужчины, когда он понимает, что он не может как бы ничего сделать, это ну импотенция, это очень грустная ситуация. Это вот знаете, когда начинается климакс у женщины, да, вот депрессивная история как бы на этот предмет появляется. И вот у мужчины, когда появляется эректильная дисфункция, это очень депрессивная история. Опять же, потому что на базовом уровне все выжить и размножиться, понимаете, выжить и размножиться, оно никуда не вдевается. То есть оно здесь всегда с нами. Выжить и размножиться это фундаментальная, основополагающая, главная функция любого живого существа. И когда ты не можешь размножиться, это вызывает депрессию. Если у тебя уже есть даже дети и мысль о том, что ты не будешь размножаться, она все равно депрессивна. А если у тебя детей ни хрена нет и тебе уже тикает, то это глубокая депрессия. Ну, дальше начинается любовь с котами и собаками. Как бы мы понимаем, что нужно куда-то любовь деть, у некоторых как бы нет возможности, как бы ни с кем или нет ситуации, ну, всякое бывает. Поэтому свою любовь куда-то нужно деть, поэтому коты и собаки появляются. Уважительно. Когда мужчина берет Виагру для стимуляции эрекции, это поможет ему не чувствовать себя куском говна, ну, откровенно говоря, я говорю как мужчина, да, вот если бы не работало, то я бы себя чувствовал ужасающе. И в этом плане можно избежать этих рисков и иметь свое все. Потому что это все равно понарошку. Это знаете, как я приезжаю навстречу одноклассников на взятой в аренду Феррари, чтобы они все подумали, ну, я-то знаю. Понимаете, какая штука. Значит, пью расторопшу, но за чак, тошнит. Берите за полчаса до еды. На теле появились красные точки кожи, метаболический синдром, здоровье кишечника мы только делали недавно. Как понять по здоровью ног в состоянии твоей печени. Значит, пожалуйста, уточнить, страткалия, пить чайная ложка раз в день с едой. Значит, поехали дальше. Повышенное давление. Гипертензия. Отдельный ролик. Здравствуйте. Уточнить, пожалуйста, цитраткалия. Так, это было у нас. Ребята, спускаюсь вниз по чату. Спасибо вам огромное. Вы такие активные. Просто молодцы. Как выйти из такой депрессии при климаксе? Вы должны найти способы стимуляции эндорфинов, которые будут в вас инвестировать. Понимаете, есть. И вот доктор Эндрю Губерман очень много говорит об этом. Это называется и, кстати, доктор Эймен и Эймен Клиник очень много изучений мозга и какие у нас идут изменения там при алкоголе, наркотиках, травке, там прочее. Ну, там очень крутые изменения. Но, короче, смысл в том, что дофаминовый дофаминовая dripping это называется. Когда вы понемножечку, по чуть-чуть, по капельке стимулируете какими-то поступками за сегодня этот дофамин, то со временем, там, несколько недель у вас дофаминовый детокс проходит и вы начинаете лучше себя чувствовать. То есть, если мы возьмем за внимание, что, опять же, нормальный D-витамин в организме, нормальный объем щитовидки у вас в организме, об этом, обо всем я делаю, депрессия, тревожные расстройства, какие витамины брать, чтобы мы, как бы, на, скажем, фармакологическом уровне понимали, что у нас закрыты все дефициты по витаминам, да? И вот, если мы говорим там о дне по дофамину, то те стимулирующие поступки, которые не дают такого большого отклика дофамина, ну, вы можете их делать постоянно, они будут требовать, опять же, от вас дисциплины, ну, смотрите, о чем я говорю, вот вы, например, да, вам незачем рано вставать, вам не нужно там сильно напрягаться, у вас есть какой-то такой вот базовый формат жизни, в котором вы можете и финансово как бы там как-то, да, быть, не знаю, на сколько вы денег рассчитываете, но у вас какой-то финансовый формат есть, у вас там, например, муж работает, и вам просто дети уже взрослые, вам просто ничего не надо делать, да, вот вы просто есть, да, вам приготовить, поесть мужу вечером, например, который с работы пришел, и у вас такая вот, вот такое окно возраста, да, в котором дети уже выросли, ты им не нужен, сама себя как бы развлечь, днем сидишь, вяжешь и смотришь фильм, вот эта вот история, это очень опасная дорога в атрофию, саркопению и все прочие замечательнейшие мероприятия по отправке по отправке тебя на биологическую пенсию, понимаете, биологическая пенсия, это когда гормон роста в организме вашем в минимальных значениях секретирован, то есть мы, когда берем анализы у наших марафонцев, моя одна из главных задач образом жизни поднять уровень СТГ, самототропного гормона роста человека, чтобы остановить атрофию и чтобы остановить естественную натуральную пенсию такую, да, мы ее назовем, то есть когда гормон роста в сотых единицах, твое тело говорит спасибо, мы опускаем занавес, задача, чтобы он был в целых единицах и даже в зрелом возрасте можно иметь гормон роста в целых единицах, если у вас будут все советы, которыми я с вами делился из видео биохакинг, ребята, это такой крутой материал, который, если вы будете реализовывать каждый день, вы просто будете в шоке от того, насколько вы лучше себя чувствуете, значит, вот этот вот биохакинг, ребята, и ролик вот этот, посмотрите, пожалуйста, божечки, ну куда же ты у меня улетаешь, Алексей Воронц, инструкция по биохакингу, Алексей Воронц, инструкция по биохакингу, то есть если вы посмотрите это видео, вы почерпнете все те привычки, которые делают тебя лучшей версией помогает выработка эндорфина, и самый крутой бонус, при этом при всем, что количество самототропного гормона роста человека увеличивается, ты тормозишь естественную вот эту биологическую пенсию, количество самототропного гормона роста человека, а если еще там будут несколько советов, которые я вам говорил, которые увеличат, стволовые клетки, если вы включите еще аутофагию, то вы можете и реверсировать процессы старения, которые уже были накоплены за какое-то время, и вы можете на следующей встрече одноклассников, которые дожили до этого момента, выглядеть значительно лучше. Какой жир образует плохой холестерин? Смотрите, у вас вы не совсем правильно понимаете. Холестерин с жиром не имеет ничего общего. Жир ваш может быть висцеральный, может быть подкожный, может быть белый, может быть бурый. Холестерин это жироподобное соединение химическое, которое вырабатывается печенью и используется для производства гормонов, D-витамина, огромное множество процессов, где он замешан. Обычно они ассоциативно как бы друг с другом идут, потому что когда у человека есть много лишнего веса, вы понимаете, много лишнего веса, это означает, что высокий холестерин, но сам по себе вес жировой ваш не относится к холестерину как таковой. Холестерин производится печенью и накапливается в организме тогда, когда печень жировая гипотозная и когда человек много ест или у него может даже не быть лишнего веса, но у него может быть жировая печень, это называется не алкоголическая жировая печень и в 95% случаев лишний вес тире жировая печень, тире накапливается холестерин, но вес по себе жировой вот это, он не является холестерином. Холестерин производится еще раз печенью, может быть метаболизирован все сто процентов вам не нужны статины если гормона не получается до 25 единиц ходить получить только на меньше тогда расторопшую токси каждый день конверсия так если вы торопитесь будьте на 25 месяц два три четыре не торопитесь никуда продолжайте делать то что вы делаете дадите идеально чистой печени до идеально чистых анализов потом попробуйте до 12 меньше просто не хочется секса все работает без проблем просто надоело этим заниматься по долгу так часа то и по два в течение 40 лет спортзал гораздо лучше смотрите не нужно первых этим заниматься подолгу и это либидо называется и либидо и тяга как бы к близости тут смотрите тут есть две истории первое вам нравится в зале вы тренируетесь у вас круто все и либидо это баланс эстрадиола прогестерона свободного и связанного тестостерона и до гидро тестостерона либидо или желание да как бы близости это показатель такого здорового баланса половых гормонов первая история вы можете слишком много тренироваться и у вас мало остается свободного тестостерона которые и стимулируют либидо если вы тренируете 7 раз в неделю и плохо спите то это приведет к угнетению тестостерона я вы знаете тренирую 6 7 раз в неделю но калорийный небольшой избыток и вот прям ревностно следить за сном если меньше чем шесть часов сна будет угнетение и не будет хотеться секса это первая история до тренировки если например там четыре тренировки в неделю и нормальный сон и они по-настоящему мощные тренировки то они будут стимулировать гормоны и у вас особенно да вот когда приходит к нам пг марафон ребята с вопросами зачатия например и там у него слабая например там спермограмма да и мы должны ему как-то помочь и как мы ему помогаем мы ему помогаем во первых очищается рацион добавляются витамины минералы и тренировки обязательно тренировки ног должны быть то есть если вы придете в зал присядете сделаете выпады пожмете платформу выброс тестостерона невменяемый просто и потом в этот же вечер хочется прям близости конкретно если ты еще поешь поспишь ну просто прям все работать начинает очень хорошо смотрите если вы не угнетаете свой тестостерон переизбытком тренировок ну и конечно же еще раз либидо важно то есть если вы например находитесь в отношениях с человеком который вас не привлекает ну а как бы вам проще как бы самому собой то есть такое бывает когда партнер за собой не следит когда она ну извините мерзостное непривлекательное я вам честно скажу у меня очень ну как этому вопросу как бы такое эстетическое очень сильно как бы внимание то есть вот даша например да и там 87 года она она ну потрясающе привлекательная красиво что она херачит каждый день как бешеная собака тренируется ест закаляется все с тремя детьми безумно привлекательно но например когда у нас там начале наших отношений да там 15 лет назад был этап когда я себя запустила и она себя запустила и мы были младше на 15 лет представьте себе и у меня не было такого например желания потому что я был не в самом лучшем состоянии она была в ужасающем состоянии она была на антидепрессантах у нее было двадцать два лишних килограмма и как бы мне не было никакого желания как бы проявлять к ней интерес как к женщине и да я сам да сам бы к себе не проявлял интерес потому что отвратительно я ел в киевси был лысый курил сигареты это было отвратительно но вот базовый инстинкт такой да вот он вот не работает если ты кусок говна простите не к вам относятся да и если партнер себя запустил то есть а если вы тренируетесь если вы хорошо себя чувствуете выглядите хорошо ваш партнер рядом как черти что как обезьяна 25 лишних килограмм выглядит ужасающе но вы же простите как бы вы же не можете заставить мужчины работать или у женщины работа когда они не не привлекает как бы возбуждение нет когда рядом чудовище есть типа супружеский долг но хорошо как бы ну как бы постоять потерпеть пока он там сделает свое дело как бы можно да но это как бы же не романтика или у него когда он там только что была история да там сялис или виагра или еще какая-то история чтобы заработало понимаете иначе не работает потому что у него не она его не привлекает не он ее не привлекает при этом все делают вид она использует смазку он использует виагру и при этом типа мы все отработали до хвой хрен это делается то есть секс это же как бы близость до двух пускай там влюбленных или пускай даже не то чтобы влюбленных а выше чем любовь это когда есть отношения которые десятилетиями закреплены это даже не любовь это просто как самые близкие отношения где хочется сделать приятный человеку всячески и в этом случае важно чтобы я слежу за собой в первую очередь для того чтобы вот те 15 лет назад когда я себе запустил мне даша просто сказала один раз моей жизни она мне сказала лёша ты как бы немножко но мимо на раза было достаточно я услышал понял все достаточно закрыли все перестали заниматься херней действуем понимаете для меня самое припаскудно это когда я не выгляжу привлекательно или не ну отвратительно просто для женщины которая рядом ну и через какое-то время она начала тоже фигачи как бешеная собака и теперь вот смотрите вас 4 миллиона в месяц смотрят на нас и говорят молодцы будем повторять за вами как 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 сделать да нет никакого секрета просто тупо делать по принципу вот боль дисциплины или боль сожалению просто делается потому что ну а другой формат какой ты умираешь от инсульта рака диабета и пока ты ждешь рак диабет или инсульт ты еще испытываешь дикое отвращение к себе потому что ты кусок говна ну а так и есть я говорю о себе я помню у меня хватало денег на бургер из киевси с курицей и на пачку сигарет ста миллиметровых которые я курил до середины и потом отрезал ножницами середину чтобы не бычковать и потому что когда ее бычкуешь она у тебя ну мнется ее на меньше потом хватает ножницами отрезал что потом докурить чтобы полностью денег не было чтобы купить достаточно сигарет чтобы обеспечить свою зависимость в том потребном объеме который был нужен мне поэтому я ножничками чик отрезал и потом докуривал сигарету понимаете ну дно вообще тотальное просто такое из которого сложно очень было выбраться и расстройство пищевого поведения и окаэр бушующий и нищета и мы еще в чужой стране и на грани депортации вообще было дичь полная ну собственно из любой жопы можно вылезти если применять достаточно дисциплины бить в бит дерево в тысячи разных местах топором ничего не произойдет вы его не смотрите но если ударить его хотя бы сто раз в одно место прицельно то вы его завалите у вас будет достаточно да там ваших дров или для каких целей вы валите дерево то есть целенаправленно в одно место бить а даже когда кажется что ну ты ничего не изменишь ты будешь делать и накопительный результат даст эффект это называется вера это за за дисциплина это называется целеустремленность и будет результат для окружающих это выглядит как о Овернайт success. Мы здесь оказались. Вы такой молодец. У вас так все получилось. Ну да, когда ты 15 лет херачишь, у тебя все получилось. Поэтому, ребята, как всегда, вы помните, боль дисциплины или боль сожаления. Это главный референс, который должен быть в жизни всегда. И ты на него ориентируешься. Я вас обнимаю, чемпионы мои. Пожалуйста, смотрите дальше видео Алексея Ворон. Как работает интервальное голодание или что дает интервальное голодание. Все те, кто идут ко мне в ПГ-марафон на это воскресенье, бегом под видео в YouTube и в Instagram первый пост. Остаются свободные места, считанные единицы. Приглашаю вас, регистрируйтесь. Я уже лично вас консультирую. Еще раз, у вас 4 миллиона. Я возьму группу 50 человек. А остальные 3 миллиона 900, 900, 900. Смотрите ролики, пожалуйста, инвестируйте. И мы будем бороться. Я вас жду завтра, чемпионы мои, в наших прямых эфирах на дальнейшие разборы и дальнейшую работу над нашим будущим чемпионом. Спасибо огромнейшее вам. Искренне благодарю.